А по поводу того, что как вот эту нагрузку художественную удаётся многие годы в художественную нагрузку, которая неимоверная от Роттельгауза, она такая, как, не знаю, как цунами, наверное. Но вот как вам удается выдерживать, и как вы ощущаете место своего театра в московском, с заполненным абсолютно пространством театральным, с премьерами там совсем остальным. Но, тем не менее, ваш театр значимый и знаковый. Наш театр уникален, выдерживать совершенно ничего не приходится. У нас такая активная, наполненная жизнь. Мы каждый год играем как минимум пять премьер, несмотря на то, что вот я являюсь директором уже седьмой год, и в течение этого времени театр после пожара, который случился в 13-м году, 3-го ноября, существовал на трёх площадках, что было неимоверно сложно. Мы переехали вначале в ДК Серафимовича, потом в ДК Кроссна, но сейчас мы вернулись в родное здание на Трубной площади. И нам не приходится отвоёвывать своё место под солнцем. Мы крепко стоим вот в обойме московских театров, и мы активно выделяемся. У нас есть свой зритель, у нас своя собственная программа. У нас потрясающая труппа из 30 актёров, самая маленькая, 20 народных и заслуженных. Татьяна Васильева, Ирина Алфьорова, Татьяна Веденеева, Елена Санаева, Александр Галибин. Я могу долго перечислять. Сейчас наша труппа пополняется молодыми звёздами. Сейчас пришла Паёшина, Ланская, Марат Башаев. Сейчас только в октябре месяце впереди нас ждёт две премьеры. Восстановление знаменитейшего спектакля нашего театра «Пришёл мужчина к женщине» в исполнении Паёшиной и нашего актёра, замечательного Алексея Гнелицкого. И сейчас по пьесе «Пулинович» выходит спектакль «Тот самый день» в режиссуре Дениса Азаева. Да, вот смотрите, опять же специальный вопрос. Вот вы получили новое, ну, теперь уже новое пространство. Здесь у вас происходит там масса событий, новый формат. Ну, вот скажите, может ли, о чём мечтает как раз гея-картеатра, чтобы что-то произошло необычное, даже в этом сегодняшнем контексте, который есть в театре и в чёрных болезнях? Да, когда создаётся какой-либо спектакль каким-то знаменитым режиссёем со знаменитыми актёрами, никогда всё равно не знаешь, что получится. Конечно, любой человек, начиная от уборщицы, заканчивая директом и, конечно, в итоге зрителем, ждёт новых успех, успешных, шедевральных спектаклей. Мы, конечно, ждём, что у нас появятся действительно знаковые спектакли. Вот мы при переезде сделали спектакль на трубе, а история нашего дома, он фантастический. И сейчас Иосиф Айхельгауз ставит спектакль, посвящённый его матери, Фаина Ишелон, к 75-летию Победы. Это очень знаковый спектакль, спектакль его личной истории, его семьи. Художником спектакля является дочь Иосифа Айхельгауза, замечательный художник, лауреат многих золотых масок Маша Трегубова. Это такая значимая для театра семейная история и очень важная история. И также Дмитрий Крымов продолжает какую-то такую традицию, начатую в этом году, семейных историй. Он рассказывает историю своей семьи в своём спектакле. Он сам написал пьесу. И в 2020 году уже выйдет премьера Иосифа Айхельгауза, Фаина Ишелона, Дмитрия Крымова. Пока рабочая версия, я не буду произносить название, но это тоже личная история. И это чрезвычайно интересно. Вот, и опять же про театр. В Радхе Москвы всё понятно. Скажите, а вы можете как-то обозначить вот некую такую удачу, которая произошла уже в театре? И эту историю вы как-то предлагаете развивать или обозначать с точки зрения заслуги? Ну, вот форматин. Знаете, что сейчас удача в театре? Удача в театре – это когда в театре театром руководит личность. Когда на Таганке был Любимов, это был феноменальный фантастический театр. Сейчас замечательный Ирина Апексимова им руководит. Она прекрасная актриса, но линии художественной, ну, в общем, ничем Таганка сейчас не отличается от многих других театров. Не потому что я хочу поюгать, а потому что наша удача – то, что у нас есть выдающийся режиссёр Иосиф Ахельгаус, который ведёт за собой много лет, 30 лет. Извините, авторский театр. Авторы. Авторский театр. Поэтому, конечно, театр – это личность, театр – это режиссёр. Я директор театра, но я не воспринимаю директорских театров. Это некая какая-то концертная организация, где что-то коммерческое, успешное или менее успешное показывают. Театр – это театр режиссёрский. Ну да, режиссёрский. Ну, авторы – это вот… Нет, ну, авторы, конечно, но сейчас, в 21 веке, автором спектакля «Как ни крути» является режиссёр. Всё равно. Который тактует произведение классическое или современное всё равно в своей голове и дальше выдаёт то, что он чувствует, то, что он прочувствовал через это произведение. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Желаем удачи. Спасибо. Спасибо.